приветствую вас друзья сразу хочу извиниться за то что трансляция у нас получается не совсем прямая дело в том что протестировав возможности египетского нашего интернета я пришел к выводу что картинка передается очень плохом качестве с задержкой заиканиями залипаниями поэтому я решил записать собственно сам семинар на видео заранее которые сейчас вы смотрите ответить на вопросы я смогу после того как вы его просмотрите в любом случае прямой эфир как бы не подразумевал возможности задавать вопросы голосом и все равно бы я отвечал на вопросы после того как закончил бы рассказывать и так для кого собственно я все это организовал данный семинар он предназначен для обычных дайверов это не для инструкторов не для супер опытных людей кто давно ныряет и навряд ли они что-то новое для себя тут услышат в основном данный семинар предназначен для новичков семинаром это назвать принципе я затрудняюсь это просто мое видение планирование запасов газов как в рекреационном так и в техническом дайвинге поэтому я разобью собственно все на два этапа сначала расскажу про планирование запасов в рекреационном дайвинге потом поговорим про технический дайвинг это это имеет сходные по сути своей алгоритмы планирования я имею ввиду но тем не менее естественно конечно же есть особенности поэтому если вы технический дайвер то наверное вам будет не особо интересно слушать начало всей вот этой конференции можно будет присоединиться немножко позднее и так собственно для чего до цель какая цель на самом деле простая чтобы вот такой знак вы под водой не видели я считаю что этот знак знак серьезные проблемы и его видеть под водой нежелательно уж тем более показывать вот и я расскажу собственно как планировать запас газа чтобы никогда не увидеть этот знак и так давайте разберемся собственно вообще а как планируют рекреационные дайверы свои погружения изначально да то есть к сожалению 100 работая с рекреационными дайверами которую большинство из которых прошло обучение на курортах в южных странах я сталкиваюсь с тем что они вообще не привыкли что-либо планировать они отдаются полностью на волю инструктора и считает что там инструктор дайвги должен за них все просчитать рассчитать и обеспечить их хорошими впечатлениями при этом они как бы не должны никаких усилий прикладывать для них лозунг дайвинг из фан это основной лозунг но ведь на самом деле не гид не инструктор который работает в качестве гида он не должен за вас все считать его основная задача показать вам просто красивые места как плыть то обеспечить минимальную безопасность то есть от тех условий с которыми вы сами которых вы сами не знаете да там корабли швартуются течение какие-то связанные с рельефом которых вы не знаете так как никогда раньше не погружались в этих местах но он никак не должен рассчитывать ваш конкретно ваш расход да естественно будет за этим следить он будет отслеживать ваш расход ваших напарников как-то планировать маршрут проведения экскурсии подводной исходя из вашего расхода но это не его задача поймите его задача показать вам дорогу по большому счету это все и так все рекреационные дайверы но не все большинство после окончания курса знают и помнят собственно только одно когда у нас в баллоне 50 бар мы начинаем всплывать то есть вот это правило 50 бар это все что знают дайверы о запасах газа и о планировании запасов газа достаточно ли этой информации я не буду говорить что ее недостаточно совсем да но для совершения осознанных самостоятельных погружений такой информации точно недостаточно давайте немножечко по подробнее разберемся например возьмем погружение на какой-нибудь затонувший корабль ну к примеру да или риф на глубину 30 метров мы решили нырнуть все время мы проводим на глубине 30 метров то есть лодка подошла привязалась мы спустились по канату и кроме как вот осмотр чего-то на глубине 30 метров то есть будь то корабль и риф делать там нечего то есть мы не можем сделать многоярусный маршрут да вот представьте такую ситуацию вы под водой осматриваете допустим этот корабль смотрите на манометр у вас манометр показывает 70 бар и в принципе вы решаете ну еще 20 бар и я буду всплывать давайте разберемся вам достаточно этих 70 бар вы уверены а через секунду к вам подплывает ваш напарник вырывает у вас регулятор изо рта и показывает что у него газа нет совсем у него ноль давайте посчитаем а хватит вам на всплытие как мы будем считать есть такая методика она называется рок-боттом да в чем заключается данная методика рок-боттом это своего рода планирование запаса газа для безопасного всплытия двух дайверов с максимальной глубины с прохождением всех обязательных остановок то есть остановку безопасности мы не пропускаем и соблюдением скорости всплытия нормальной 10 метров в минуту и так вот я вывел табличку сейчас мы будем с ней разбираться и так как вы видите в этой табличке у нас всплытие разбито на 4 этапа первый этап это минута на принятие решения мы ее проводим на той глубине где застала нас эта неприятность что значит принятие решения это не просто подумать до минуту думать под водой это достаточно долго это минута еще тратится на решение проблем с газ шерингом да то есть вы переключаетесь на свой бэкап на регулятор до зависимости от того какую конфигурацию используете но я считаю что конфигурация с длинным шлангом в данном случае является наиболее безопасным потому что вы свой длинный шланг сбросили до напарник от вас находится достаточно далеко спокойненько переключились на свой бэкап посмотрели на манометр смотрите какой у вас запас газа и начинаете всплыть второй этап у нас будет занимать собственно само всплытие со скоростью 10 метров в минуту с глубины 30 метров до 5 метровой остановки безопасности до глубины 5 метров до не превышая скорости спокойненько всплываем третий этап это у нас три минуты собственном который мы проводим на остановке безопасности на 5 метрах и четвертый этап это минуту на всплытие с 5 метров на поверхность и того у нас всплытие с 30 метров займет 8 минут этот расчет конкретно сделан до 30 для 30 метров если вы планируете погружение другую глубину то есть просто проставляете свои глубины свои параметры и получаете величину rock bottom и так а из чего мы исходим мы исходим из того что в принципе нормальный расход дайвера нормальное потребление это где-то 20 литров в минуту в режиме стресса а дайвер которого которого закончился воздух явно находится в режиме стресса и напарник у которого он этот воздух берет тоже находится пусть и в меньшем но все равно в стрессе так вот его расход увеличится как минимум в полтора раза скорее всего конечно же больше да но надо все таки отдать должное что если дайвер все планировал правильно если он хорошо подготовлен то как минимум тот кто делится газом он не будет испытывать практически стресс поэтому берем значение полтора откуда я его взял собственно я взял как раз из материалов по этой методики которые почерпнул с одного иностранного сайта где собственно эта методика и была описана хотя я сам применяю сходную методику только называю ее не роботом принципе я называл эту методику просто методом минимального газового резерва и так считаем на глубине 30 метров давление 4 атмосферы умножаем на расход в 30 литров получаем 120 литров газа мы потратим на минуту пребывания на 30 метров дальше мы всплываем с 30 до 5 при этом средняя глубина у нас получится где-то в районе 17 с половиной метров соответственно давление 275 округлим до трех в более в сторону большего консерватизма и получается что нам надо еще 270 литров на этот этап всплытия значит третий этап остановка безопасности давление у нас там будет полтора на пяти метрах три минуты на полтора на 30 135 литров еще и еще минута на всплытие на поверхность на самом деле меньше минуты больше 5 метров грубо говоря 30 секунд поэтому 30 литров берем еще и того мы получаем что на безопасное всплытие с остановкой безопасности одному дайверу надо 555 литров соответственно на двух дайверов нужен запас в 1110 литров если у нас баллон 12 литровый стальной 12 литровый баллон запомнили до 200 бар например то мы делим эти 1110 литров на объем баллона и получаем что 92 с половиной бара нам понадобится на такое всплытие окей но в этом случае мы получаем пустой баллон поэтому берем какой-то запас газа в баллоне чтоб остался 10 15 бар этого более чем достаточно это же все-таки аварийная ситуация и прибавляем да то есть 92 с половиной прибавим к примеру 12 с половиной получаем 105 110 бар это рок-ботом кстати почему термин называется рок-ботом да то есть это каменное дно это примерно сходно с термином виртуальных декомпрессионных потолков да как бы потолка реально нет но для дайвера надо как бы представить и понимать что он есть потому что пробить этот потолок мы не можем точно так же как мы не можем пробить дно каменное дно то есть на 105 барах в любом раскладе в этом погружении мы должны начать всплытие да мы выйдем и у нас в баллоне останется больше чем 50 бар но ведь мы рассматриваем случае когда с нами ничего не произошло а если произойдет то есть если ваш напарник реально к вам подплывет без газа и вам придется всплывать и у вас не будет этого газа что вы будете делать вы бросите своего напарника или вы понесетесь на поверхность наплевав на все остановки безопасности первом случае я не знаю как вы будете потом смотреть в глаза ему если он выживет или его семье и собственно как вы себя будете чувствовать в этом случае а если вы понесетесь наверх то не исключено что вы заработаете дкб все таки 30 метров это существенная глубина рисковать не стоит насыщение будет достаточно большое если превысите скорость всплытия риск дкб будет достаточно велик вот вот такая методика в отличие от методики 50 бар начинаем всплытие дает дайвером большую уверенность что они если пользуются этой методикой выйдут из погружения без каких-либо проблем в случае нештатной ситуации опять же если мы планируем погружение на меньшую глубину то и величина rock bottom вот этого запаса неприкосновенного запаса газа с которого мы начинаем всплытие будет меньше то есть вы можете используя эту табличку подставив свои величины посмотреть то есть принципе и не такие уж большие запасы газа будут оставаться не израсходованы альтернативы на самом деле то есть да можно конечно полагаться на авось плавать и не обращать внимание там и надеяться что все будет хорошо что выручит там гид инструктор не знаю кто то еще там вася приплывет еще газом поделится но рассчитывать надо все равно только на себя да то есть дайвинг он хоть и подразумевает то что вы погружаться будете там зачастую погружаться в группе и с гидом но в принципе дайвинг же вы являетесь самостоятельными дайверами да то есть сертификат дайвера говорит о чем о том что вы способны совершать самостоятельные погружения планировать эти погружения и отвечать сами за себя вы тоже должны то есть под водой считайте что есть только вы и ваш напарник больше никого нет не надо ждать помощи от кого-то не надо надеяться на кого-то надейтесь на себя в первую очередь да и надейтесь на вашего напарника который если он пользуется такой же методикой а глупо если вы пользуетесь а он не пользуется да то есть как бы вы заботитесь о нем да вы закладываете этот запас газа на аварийную ситуацию если у него что-то случилось а он не закладывает но как бы странно погружаться с таким человеком в паре до считать его напарником но тем не менее вы должны за как бы надеяться только на себя и только на своего напарника все больше не на кого вот это то что касается запаса газа в рекреционном дайвинге вы скажете но получается что достаточно много если ничего не приведет достаточно много газа осталось я бы мог поплавать еще я бы мог посмотреть там побольше смотрите на самом деле а ведь если вы способны сделать многоуровневое погружение да то есть у вас есть возможность смотреть что-то на разных глубинах вы можете для себя посчитать рок-ботом исходя из всплытия на разных этапах погружения да то есть с максимальной глубины потом с какой-то промежуточной где вы будете проводить еще какое-то время потом с еще меньшей и в принципе эти цифры и не сложно и запомнить а лучше всего записать нужно с собой взять слэйтик повесить его на руку и написать цифры да смотрите на слэйт видите там 30 метров у меня там 110 бар допустим 20 метров у меня там 80 бар меньше 15 метров столько-то бар и постепенно до поднимаясь вы меняете значение рок-ботом и спокойненько выходите с адекватным запасом газа который в любом случае все равно позволит вам с напарником сплыть вдвоем вот то есть методика вот такая для рекреационного дайвинга которую я в принципе рекомендую да не надо лениться потому что я говорю не стоит надеяться на гидов да вы же наверняка вот часто видели вот может быть вот такую вот ситуацию сейчас я вам покажу под водой вот примерно как вот вот такая вот картинка да часто люди приплыли и висят на баллоне который свешен с лодки хорошо или вот дышат из регулятора напарника поднимались но если вы же грамотно запланируете все то вам не придется висеть на баллоне который спущен до хватит ли вам там на нем регуляторов да если у вас группа шесть человек все приплыли без газа вам стоит остановку безопасности а ни у кого нет а в баллоне то есть на регуляторе висит всего две вторых ступени как вы будете дышать что по очереди что но сильно сомневаюсь что у вас это получится да и вообще как бы сама ситуация когда вы делитесь газом или с вами делится газом она доставляет определенный дискомфорт плавать-то не очень удобно в такой ситуации вот поэтому лучшим вариантом является что запланировать все так чтобы вам не приходилось этого делать потому что если вы планируете по этой методике то есть вам точно газа хватит ваш напарник планирует на и по этой методике и от и вы оба отслеживаете собственно свой расход то и ему газа точно хватит вот а в принципе на чем как бы основывается алгоритм роботом и для чего он нужен вот теперь давайте перейдем к планированию уже технических погружений ну что ж значит давайте во первых определимся для какого типа технических погружений мы делаем планирование как вы знаете технические погружения у нас делятся на погружение в открытой воде без надголовных пространств это просто погружение будем так говорить глубину погружение в надголовные среды это пещерный дайвинг и проникновение в затонувшие корабли да и дайвинг на аппаратах замкнутого цикла где тоже идет как бы немножко другой вариант планирования итак мы будем говорить с вами о самых простых погружениях это погружение в глубину да и мы будем использовать для планирования наших запасов в газах метод минимального газового резерва то есть на самом деле наиболее известные на данный момент наверное и чаще всего используемые это два метода это правило так называемое правило третей и как раз метод минимального газового резерва собственно минимальный газовый резерв это развитие или метод собственно аналогичен методу робот да я не знаю почему вот так вот почему то два разных названия как то так сложилось очень странно но тем не менее вот давайте что сделаем мы во первых определимся что мы сейчас не будем заниматься тем что рассказывать я не буду про методику подбора газов да это как бы совсем отдельная отдельная будет лекция если она вам понадобится вы можете написать в комментариях что надо не надо про подбор газов и про подбор газов лично тот который я использую какие я использую методики какие я использую ограничения да мы не будем с вами разбираться о том как посчитать расход да это тоже я отдельно буду рассказывать я думаю это особо будет интересно рекреационным дайвером потому что я знаю только одну на самом деле ассоциацию которая дает прямо в курсе методику расчета потребления газа и где она входит в программу где действительно на курсе open water дайверы учатся это сразу считать вот ну не буду называть собственно кто там учился тот знает вот что еще значит и я не буду рассказывать о глубоких и сверх глубоких погружениях потому что это вообще отдельная тема там я могу высказывать какое-то свое мнение которое опирается только на мой личный опыт оно может вообще не совпадать с мнением других людей и не подходить вообще другим людям поэтому не будем трогать эти такие аспекты более глубоких погружений давайте поговорим о простейших технических погружениях уровня ТЭК-1 ТЭК-1 то есть до 50 метров первый технический уровень значит во первых скажу что я я сторонник того что практически везде ну не стоит использовать газовые смеси с высокой степени наркотичности смеси да то есть я как бы считаю что наркотичность не должна превышать как минимум как максимум сорока метров да для условий погружения где-то в холодной воде в России там в мутнике то есть это 30 метров вот поэтому хотя это и никакого не имеет значения но все равно для примера нам надо будет мы будем использовать то есть планируем погружение 50 метров домный газ как вы видите вот у нас тут тримикс 2035 спарка стальная 2 по 12 на 200 да и алюминиевая восьмидесятка да то есть тот который называется 12 литровым баллоном тоже 200 бар полтинника про декосмеси сейчас вообще не буду ничего рассказывать то есть как их я потом чуть попозже про это расскажу сейчас будем говорить про только про домную смесь итак мы запланировали погружение посмотрели прикинули план и у нас компьютер выдал нам как бы первую обязательную остановку на глубине 21 метр не остановку для переключения на декосмесь а именно обязательно если мы используем при планировании метод то соответственно мы добавим сами еще две остановки на 36 до 28 метрах по минутке больше тут не надо если же мы будем нырять по градиент фактору там все равно появятся эти две остановочки но глубины будут чуть меньше да то есть это сместиться в более мелкую глубину эти остановки то есть где-то там будут наверное на 24 и 27 метрах соответственно тоже по минутке нам даст сути это не меняет то есть мы сейчас как бы методику расчета да то есть как мы считаем объем газа объем газа мы считаем вот по такой формуле да то есть у нас объем газа равен время на абсолютное давление и на сумму саков да то есть уровни потребления поверхностных дайверов дайвер 1 и дайвер 2 берем что у нас дайвер 1 16 литров в минуту употребляет а второй дышит значительно хуже он 22 литра в минуту употребляет и это все умножаем на 2 2 это коэффициент на стресс да почему я уже рассказывал вот когда говорили мы о рекреационном дайвинге во время подобных погружений если у кого-то случается нештатная ситуация out of gas стресс обеспечен обоим партнерам обоим участникам этого погружения одному в меньшей степени в другому в большей степени но тем не менее стресс будет на опыте я могу сказать что так что даже для меня человек который погружается практически каждый день если ко мне подплывает мой напарник показывает что у него out of gas для меня это будет тоже какой-либо стресс да мой расход поднимется может быть незначительно и потом тут же стабилизируется но тем не менее сразу скажу с ситуациями подобными сталкивался не раз ситуации были всегда очень неприятные да ситуации понятно я не могу отслеживать манометры своих партнеров там подплывать и смотреть и дергать их тоже как бы постоянно никогда не могу и не буду зачем их беспокоить у нас как бы и так серьезное погружение но бывают люди сами не знаю на что надеяться закрывают глаза на все правила и в итоге получается так что они тебе показывают такой знак и приходится как-то выходить из этой ситуации и так наше погружение у нас получит получится тут чуть больше этапов всплытия за счет того что у нас есть обязательные остановки и мы считаем наш расход до переключения на декосмесь потому что ну как бы да потеря мы всегда закладываем потерю только одной смеси потеря как бы двух газов из двух разных баллонов это вообще это нонсенс то есть это насколько должен быть неподготовленный дайвер что он не уследил что потерял газ и оттуда и оттуда и что вообще могло случиться что у него там с оборудованием вообще как это я я себе не представляю такой ситуации и ни разу в жизни собственно и не сталкивался чтобы была потеря сразу из двух источников ну и как бы если закладывать то вообще тогда лучше не умерять потому что ну нереальные запасы получатся газов вот ну давайте значит смотреть что у нас опять же та же минута на принятие решения и на газширинг потом всплытие до первой дека остановки на две минуты займет минуту на этой остановке потом еще две минуты мы всплываем до следующей остановки ну берем чуть больше да там ну хоть у нас и разница всего получается чуть больше десяти метров но возьмем то что мы поднимаемся у нас с напарником подниматься сложнее чисто физически не так часто отрабатывают напарники процедуру совместного всплытия поэтому лучше перестраховаться чтоб не пробить потолки всплываем чуть медленнее дадим две минуты опять же минута на двадцати восьми на остановке всплытие до двадцати одного метра еще минута и переключение на декогаз вот переключение на декогаз мы считаем только для одного человека ну догадайтесь для кого кто будет в это время дышать донной смесью да естественно тот у кого газ есть да не тот человек который остался без газа потому что он еще на подходе к переключению приготовить свой декобаллон и как только достигнет постарается должен постараться как можно быстрее на него переключиться в это время ну совместно переключаться одновременно я считаю глупо потому что если что-то случится помощь вы не сможете напарнику оказать будете заняты своими проблемами поэтому вы спокойно дожидаетесь пока ваш пострадавший товарищ который газ потерял переключится и после этого переключаетесь и так методика расчета точно такая же как и в предыдущем вот я тут посчитал и получаем что на двоих с условием того что у нас стрессовая ситуация нам нужно 2550 литров на всплытие после такого погружения до точки переключения собственно нас только это интересует в данный момент что это значит если у нас парка двенадцать два по двенадцать сталь то в ней четыре восемьсот литров отнимаем собственно две пятьсот пятьдесят делим на наше на наше давление на делим на расход того дайвера который дышит у нас больше да у которого сак равен двадцати двум получаем что у нас собственно нам доступно донное время в районе семнадцати минут почему мы рассчитываем по слабо дышащему дайверу да тот который больше потребляет потому что если мы будем рассчитывать по своему расходу допустим у нас шестнадцать то если мы будем заложим донного времени больше исходя из нашего расхода у нас газа не хватит потом чтобы оказать помощь нашему напарнику который дышит больше во первых он больше израсходует изначально да и потом на всплытие ну у нас может просто не хватить из-за того что мы больше времени провели у нас получится больше скорее всего остановок больше декобязательств и так мы посчитали что и поделили собственно на объем эти два пятьсот пятьдесят мы поделили на объем спарки и получили что нам надо сто шесть бар да вот это сто шесть бар нас минимальный газовый резерв по донной смеси естественно мы не рассчитываем что у нас баллоны в ноль но в принципе сто десять бар это вполне себе адекватная цифра в данном случае я не считаю что надо закладывать там еще больше то есть вот сто десять бар это будет нашей точкой разворота и причем как мы планируем эта точка разворота у нас будет в любом случае либо при достижении семнадцати минут которые мы посчитали да либо при достижении ста десяти бар кем-либо из напарников да понятно надеюсь вот если у нас ничего не произошло то у нас остался вот такой вот неиспользуемый запас газа да как бы достаточно большой но зато мы уверены что мы всплыли в полной безопасности если посмотрим как мы стали планировать это погружение по правилу третей по правилу третей собственно я расскажу его так как учили в свое время меня да не знаю я считаю что ну я сейчас его изменил вот здесь у меня планирование немножко другое но вот как учили меня то есть правило третей гласит что у нас в баллоне должно остаться при если у нас ничего не произошло одна треть то есть треть газа должно остаться в баллоне это тысячу шестьсот литров да разницу уже видите две сто двадцать восемь тысяча шестьсот то есть две сто двадцать восемь у нас реально остается а тут всего тысяч шестьсот в этом случае у нас в случае возникновения именно вот такой ситуации когда мы съели уже две трети и оставили тысячу шестьсот у нас ну то есть не хватит естественно на всплытие в такой ситуации но это не совсем правильная трактовка я думаю правила третей потому что в дальнейшем я стал его использовать как а у меня должно остаться тысячу шестьсот на поверхности соответственно точка разворота вернее точка начала всплытия у меня не после двух трети да а с учетом того сколько мне газа понадобится на всплытие если мы посчитаем по тому же плану который у нас выше сколько понадобится на всплытие каждому из этих дайверов то получим что дайверу с расходом 16 литров нам у нас понадобится 537 литров то есть 16 литров в минуту 537 литров он на всплытие потратит на такое у кого у того у кого 22 литра в минуту 738 литров да что мы делаем мы к 1600 прибавляем 738 да и получаем да как раз тот объем переведя ее в давление мы получаем 97 бар да то есть 100 бар у нас точка разворота получается да то есть разница как видите между методом минимального газового резерва и правилом трети здесь очень небольшая то есть да 110 и 110 бар всего да в литрах там это вообще небольшая разница то есть 212 литров если пересчитать это на стоимость гелия в этой смеси то по допустим нашим красноморским ценам это всего лишь 5 евро на непотраченном газе разница получится но смотрите первый метод он у нас учитывает все да первом методе у нас учтено то что мы будем всплывать с напарником вдвоем в условиях стресса во втором методе мы заложили только расход на всплытие одного напарника который дышит хуже да соответственно если у нас напарник приплывет и покажет нам что у него нет газа да когда у нас будет показывать давление 100 бар то у нас как раз и получится что при выполнении этого плана нам не хватит каких-то вот этих 10 бар чтобы все спокойно подняться и все спокойно отстоять кажется очень незначительная разница всего лишь 10 процентов но под водой вы эти 10 процентов ниоткуда не найдете то есть вам придется менять свой план погружения на ходу насколько вы опытны насколько вы в состоянии это сделать насколько вы подготовлены психически психологически к этому да то что вам придется пропускать остановки глубокие остановки те же пайловские остановки да то есть ну вы же знаете что они не являются строго обязательными мы же их вводим для того чтобы как бы сгладить наш профиль погружения и снизить максимальное напряжение газа в тканях да чтобы всплывать с меньшими рисками да собственно откуда этот метод пайлота и пришел практический метод чувак придумал его непосредственно самоосновываясь на своем опыте когда он нырял вот ну или опять же тот же градиент фактор вот собственно другой метод другой метод расчета но призванный точно для того же да то есть но он построен на расчетах если первый на личном опыте то второй на расчетах построен итак вот две методики да в принципе если ничего не случается то как бы можно нырять используя и первую и вторую но если что-то случается первая методика да минимального газового резерва она даст вам уверенность что все пройдет ровно правильно вы всплывете да без проблем и ваш напарник всплывет без проблем вы достигнете точки переключения переключитесь и будете подниматься дальше спокойно это снизит и стресс и собственно не даст вам что-то сделать не так в дальнейшем потому что вы знаете да если стресс наложится на стресс это может перерасти в панику ни к чему хорошему это не приведет вот существуют еще другие методики планирования запаса газов но я думаю что в принципе если вам интересно вы сами найдете вот я считаю что вот эти две методики одна из них правило третей это наиболее старая по которой я когда-то нырял но от которой в принципе отказался в пользу методики минимального газового резерва из-за более точных расчетов в этой методике я вот пользуюсь и даю своим студентам когда обучаю их вот ну теперь давайте немножечко поговорим о планировании запаса дека газов итак дека газ как мы уже с вами договаривались у нас с собой один баллон алюминиевая восьмидесятка с пятьдесятом нейтраксом план погружения я вот тут набросал то есть продолжаем как бы этапы у нас еще добавляется с восьмого по пятнадцатый этап на самом деле этапов больше потому что у нас как бы между каждым с каждой следующей остановкой у нас подразумевается всплытие но я его объединил все для расчетов просто в одно в один этап как бы для для расчета и так как с двадцати одного метра до поверхности у нас понадобится две минуты плюс учитывая того что мы будем скорость подъема по мере подъема снижать то заложим три минуты на это итак мы дека газ считаем немножечко по другому давайте разберемся почему давайте посчитаем дека газ из расчета того что его потребляет дайверс с наибольшим расходом воздуха 22 литра и так что мы имеем вот мы имеем такие этапы то есть у нас на двадцати одном метров минута на восемнадцать и две на пятнадцати минуты на двенадцати три на девяти пять на шести восемь на трех тринадцать и три минуты на вспыте вот какой итог в итоге у нас получилось что дайверс расходом 22 литра в минуту потратит на этот подъем тысячу триста шестьдесят восемь литров дайверс с расходом шестнадцать литров в минуту потратит девятьсот сорок два литра если пользоваться правилом третей то в принципе у нас получается с использованием правил третей для дайвера всегда мы рассчитываем по тому кто дышит больше то есть ему понадобится две тысячи пятьдесят два литра что если использовать баллон одиннадцати один этот алюминиевая восьмидесятка который двенашкой называют мы проходим то есть его нам хватает по правилу третей если мы воспользуемся методом минимального газового резерва в котором мы заложим двойной расход для двух дайверов на всплыти нам понадобится аж целых четыре тысячи шестьсот двадцать литров и это не уместится даже в две в две восьмидесятки в два алюминиевых баллона по одиннадцати одну десятую литра давайте посмотрим а как же все это будет происходить то на самом деле смотрите берем ситуацию что у нас потеря дека газа полная потеря то есть либо он полностью утерял сам баллон либо не заметил плавал с открытым баллоном и в это время у него баллон встравился у дайвера у которого больше расхода двадцать два литра что происходит приходим на остановку двадцать один метр он включается вернее так как у него нет а у нас же получается что у нас не было потери донного газа естественно мы не можем закладывать потерю и того и того одновременно во время одного и того же погружения то есть мы приходим он остается на донной смеси а дайвер с меньшим расходом переключается на декогаз дайвер с меньшим расходом 16 литров потратит 942 литра у него останется еще очень-очень много останется больше чем нужно дайверу который у нас остался без газа но вы скажете у него он же будет в стрессе у него же в два раза может возрасти расход а то и больше но смотрите он же все это время тоже будет проходить параллельно декомпрессию но на донной смеси да то есть соответственно часть декомпрессии он пройдет уже используя донную смесь и остаток он пройдет на той декосмеси которая останется от первого напарника естественно никакого параллельного дыхания мы даже не рассматриваем тут возникает при параллельном дыхании несколько проблем да во первых задержка дыхания у нас идет неправильное рассыщение да потому что у нас не рассчитано как бы все алгоритмы не рассчитаны на то что дайвер будет задерживать дыхание да и передавать свой газ вернее свой регулятор для дыхания напарнику во вторых во время этой задержки у нас накапливается и co2 да что может привести к гиперкапнии тоже очень неприятная ситуация в принципе может грозить и потерей сознания поэтому никаких параллельных дыханий у кого есть декогаз додышивает этот газ пока у него не кончится декобязательство после этого когда у него кончились декобязательства он подает сигнал напарнику у которого декогаза нет переключается на домную смесь напарник у которого газа нет так как он будет отставать по графику декомпрессии от того у кого есть декогаз приподнимется заберет у него уже приготовленный отстегнутый баллон и сразу спустится на ту остановку с которой он ушел и продолжит декомпрессию уже оттуда с использованием тех остатков газа которых им точно хватит для декомпрессии вот соответственно да первый дайвер всплывает на поверхность и в зависимости от ситуации либо ожидает своего напарника контролируя его состояние с поверхности если есть возможность позвать помощь зовет помощь спускается страхующий дайвер который контролирует человека у которого были проблемы потом они поднимаются вместе вот но тем не менее газа хватает в нашей ситуации но как запланировать то нужный запас я в принципе поступаю очень просто я беру всегда дайвера с наибольшим запасом наибольшим расходом газа и умножаю его расход на два то есть беру двойной запас дека газа для плохо дышащего дайвера во всех ситуациях этих у нас точно хватает газов для прохождения декомпрессии но это утверждение оно справедливо только для вот такого погружения такого типа для погружений типа ТЭК-1 то есть начальный уровень погружений до 50 метров если мы начинаем рассматривать более глубокие погружения то там может меняться алгоритм на самом деле там критическим становится тревел газ потому что потеря тревел газа грозит большими неприятностями если построить план погружения метров на 120 с использованием тревел газа вы увидите что на самом деле получается что расход наибольший расход в этом погружении приходится именно на тревел газ и поэтому здесь надо очень-очень аккуратно планировать я обычно стараюсь брать тревел газ точно так же как и декогаз с двойным запасом причем разделяя его в два отдельных баллона то есть если у меня тревел газ я по расходу мне хватает одного двенадцатилитрового баллона я беру два двенадцатилитровых во-первых мне так будет проще им поделиться потому что я не смогу ждать и у того человека у которого потеря тревел газа и который начинает проходить декомпрессию на донной смеси у меня нет таких возможностей я не закладывался на это и в итоге газа не хватит ни мне не им поэтому я просто в этом случае обдаю один свой тревел и спокойно поднимаюсь и ситуация решена да тревел тоже тримекс да он стоит денег но если ничего не произошло то я его не израсходовал так он и остался да я его могу либо вернуть это и со стандартный газ если он у меня не израсходован как правило многие дайв центры адекватные идут на это либо использовать его для других погружений вот это то что касается планирования газового резерва ну на этом в принципе я наверное закончу нашу с вами лекцию мне очень интересно вообще эти знания вот то что я с вами поделился они в принципе основаны на моем личном опыте да у меня достаточно большой опыт я уже ну много достаточно лет регулярно именно работаю как технический инструктор ныряю у меня большое количество погружений именно технических погружений большой опыт работы с в аварийных ситуациях потому что при большом потоке аварийные ситуации происходят по разной вине по вине дайвера по вине оборудования чаще всего конечно же по вине дайвера но тем не менее вот все это планирование я взял именно из своего опыта я пришел к нему самостоятельно и мне интересно вообще мой опыт вам интересен стоит ли мне продолжать в дальнейшем вот подобные лекции то есть если от них есть какая-то польза то я продолжу если нет то в принципе не вижу смысла продолжать о чем бы я еще вас хотел попросить смотрите на самом деле одной из целей одной из целей кроме образовательной этих семинаров я поставил себе сбор некой суммы средств на свой новый проект если вы считаете что мои лекции были вам полезны и что в принципе вы готовы сделать какое-то небольшое пожертвование в пользу развития моего проекта проект тоже будет связан в дальнейшем с дайвингом то есть пока он он как бы параллельно он связан с морем но он напрямую в данный момент еще не связан с дайвингом но они будут обязательно связаны вот и я думаю что когда я его реализую многие из вас воспользуются моими стараниями трудами вот и как бы я надеюсь расширить горизонты для погружений расширить возможности как бы выбора мест где можно погружаться с помощью этого проекта вот то есть если вы не против то есть если у вас есть такое желание то я бы был рад если бы вы какие-то пожертвования сделали пожертвования можно сделать вот собственно здесь то есть либо переводом на карточку mastercard либо на кошелек яндекс деньги любой любая сумма поможет на самом деле собираю я очень большую сумму но естественно я не надеюсь что с помощью этих семинаров я смогу ее собрать это просто как одна из возможностей облегчить сбор средств на новый проект вот ну большое всем спасибо за внимание я был очень раз рад впервые как говорится провести подобный семинар вот надеюсь все-таки что какая-то польза от него есть пишите пожалуйста сейчас вопросы я сейчас буду тогда на них отвечать если возникли по теме семинара вот задавайте вопросы на какие темы вы хотели бы еще услышать если вам это стало интересно если не интересно тоже пишите то есть мне любые отзывы важны вот поэтому я с вами сейчас прощаюсь как бы временно выхожу из режима вещания и перехожу в режим приема сигнала вот 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 я ну вот